Сам факт существования этой зенитно-ракетной системы привел к прекращению нарушений воздушных границ СССР. Комплекс С-200 «Ангара» заставил потенциального противника вообще отказаться от разработки многих перспективных бомбардировщиков и крылатых ракет. Рассказ об этом в фильме «Оружие». Развитие сверхзвуковой авиации и появление термоядерного оружия выдвинули в число первоочередных задач создания зенитно-ракетного комплекса большой дальности действия. Также требовалось повысить возможности зенитных ракет для борьбы с высокоскоростными воздушными целями. Мобильная система С-75, принятая на вооружение в 1957 году, в своих первых модификациях имела дальность всего около 30 километров. Формирование рубежей обороны на путях пролета авиации потенциального противника к самым населенным и промышленно развитым районам СССР с использованием С-75 было очень дорогостоящим делом. Особенно сложно было создать такие рубежи на северном направлении. Именно здесь проходил самый короткий путь подлета американских стратегических бомбардировщиков. Северные районы всегда отличались редкой сетью дорог и малой плотностью населенных пунктов, разделенных обширными пространствами непроходимых лесов и болот. В 1958 году были определены технические задания к новому зенитно-ракетному комплексу, получившему обозначение С-200 «Ангара». Первый опытный образец необходимо было представить государственной комиссии к 1961 году. Систему в целом разрабатывала КБ-1 под руководством Александра Расплетина. Ракету для него – бюро Петра Грушина. Грушин Петр Дмитриевич. Выдающийся ученый в области авиационной техники. Академик, дважды герой социалистического труда. Годы жизни – 1906-1993. Выпускник Московского авиационного института. Работал в АКБ Лавочкина – главным инженером, заместителем главного конструктора. С 1953 года – генеральный конструктор КБ «Факел», специально созданного для разработки нового поколения зенитных управляемых ракет. Конструкторам пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Сверхвысотная гиперзвуковая система строилась на новых технических принципах, ранее разработчикам незнакомых. На их освоение требовалось время. Поэтому работа не укладывалась в заданный срок. Отличие комплекса в техническом плане было в том, что это комплексы и радиолокатор подсвета цели с непрерывным излучением, в отличие от предшествующих разработок. Второй момент – в этом стрельбовом комплексе применялись ракеты с самонаведением. То есть достаточно было ракеты после пуска произвести захват, и она на цель выходила, уже обеспечивалось поражение. При проектировании ракеты для С-200 особое внимание пришлось обратить на защиту от нагрева. Ведь большая часть полета проходила с гиперзвуковой скоростью. Поэтому самые нагреваемые участки корпуса ракеты были покрыты специальной теплозащитой. В конструкции ракеты нашли применение недефицитные материалы – магниевые и титановые сплавы, пластмассы. Еще одним новшеством стали автоматизированные машины заряжания, позволившие быстро подавать тяжелые ракеты на пусковые установки. Новый комплекс должен был уничтожать цели, летящие на высоте до 30 километров со скоростью до 3500 километров в час. Готовая к бою ангара полностью перекрывала весь диапазон высот и скоростей нарушителей воздушного пространства. Но среди многих достоинств особенно выделялось одно – С-200 сбивал не только самолеты. К тому времени США приняли на вооружение межконтинентальные баллистические и крылатые ракеты, которые были снабжены атомными и водородными боеголовками. 200-й комплекс уничтожал любой из этих носителей. В 1961 году первые опытные образцы зенитно-ракетного комплекса «Ангара» прибыли на полигон Сары-Шаган у озера Балхаш. Испытания были завершены через 12 месяцев. Комплекс рекомендовали к серийному производству и передали специалистам головного производственно-технического предприятия «Гранит». На окончательную настройку и доводку «Ангары» у инженеров «Гранита» ушло еще чуть больше года, в результате чего система полностью соответствовала требованиям заказчика. Стыковочный полигон для нового комплекса был создан в Мордовии, вблизи населенного пункта Ковылкино. Он стал своеобразным сборочным цехом ЗРК С-200. Здесь бригады инженеров и специалистов собирали сотни деталей, узлов и блоков в единое целое. Только после окончательного монтажа и настройки комплекс приобретал свой внешний вид, становился работоспособным и в конечном итоге превращался в реальную боевую единицу. Предприятием проводились сначала, группа была специалистов, специально подготовлена. На заводах смотрели аппаратуру, затем на Балхаше, на опытном образце. И плюс, в 1964 году, с момента проведения уже стыковки на полигоне, большая группа специалистов, опытных, привлекалась из Капустина-Яра, те, кто работали на Двине и Десне, на изделиях Двина и Десна. Общий выпуск, наиболее напряженные моменты, мог быть в течение года от 30 до 50 стрельбовых каналов за год. После завершения летных испытаний, очередной зенитно-ракетный комплекс С-200 «Ангара» передавался военным и заступал на боевое дежурство. С-200 – зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения высотных скоростных воздушных целей. Название по классификации НАТО – СА-5 «Гэммон». Дальность поражения целей – до 400 километров. Высота поражения целей – от 0,3 до 40 километров. Максимальная скорость поражаемых целей – 4000 километров в час. Первые комплексы «Ангара» поступили на вооружение зенитно-ракетных полков дальнего радиуса действия. При помощи космической разведки Пентагон пристально следил за развертыванием на территории Советского Союза сверхсовременной системы противовоздушной обороны. Несмотря на свой эффектный внешний вид, ракеты системы С-200 ни разу не демонстрировались на военных парадах в Советском Союзе. Небольшое количество публикаций фотоснимков ракеты и пусковой установки появилось только к концу 80-х годов. Однако при наличии средств космической разведки скрыть факт и масштабы массового развертывания нового комплекса не удалось. Система С-200 получила в НАТО условное обозначение СА-5. Но многие годы в зарубежных справочниках под этим обозначением публиковали фотографии ракет комплекса «Даль», неоднократно отснятых на Красной площади. «Даль» — перспективная многоканальная зенитно-ракетная система, которая так и не была создана. Разрабатывалась с 1955 года в ОКБ «Лавочкино». Была предназначена для одновременного наведения 10 ракет на 10 целей. После серии неудачных испытаний работы были прекращены. Начиная с ноября 1963 года, разработанные для системы «Даль» ракеты провозились на военных парадах. Их представляли общественности как высокоскоростные беспилотные перехватчики воздушно-космических целей. Согласно американским данным, к 1970 году в составе единой системы противовоздушной обороны СССР боевое дежурство несли свыше 1100 зенитно-ракетных комплексов С-200 «Ангара». Своего пика развертывание этой системы достигло к середине 80-х годов, когда количество пусковых установок составило 2030 единиц. Это был серьезный сдерживающий фактор в глобальном противостоянии. Само существование «Ангары» стало веским аргументом, который определил переход авиации потенциального противника к действиям на малых высотах. Но здесь они становились мишенью для более массовых зенитных ракетных и артиллерийских систем. Развертывание комплекса С-200 вдоль границ СССР значительно ограничило возможности авиации НАТО поведению радиоэлектронной и высотной разведки. Нарушения границы Советского Союза разведывательными самолетами НАТО прекратились. Даже высотные скоростные самолеты-шпионы SR-71 Blackbird не рисковали входить в советское воздушное пространство. В мире до сих пор нет зенитных ракетных систем с такой дальностью действия. «Ангара» претерпела три модернизации и поставлялась в несколько стран. Первое боевое применение С-200 произошло в 1982 году в Сирии. На дистанции 190 километров был сбит самолет дальнего радиолокационного обнаружения И-2Си «Хоккай», после чего американский авианосный флот отошел от берегов Ливана. Системы «Ангара», доставшейся Бундесверу в наследство от Германской Демократической Республики, были поставлены на боевое дежурство. Зенитно-ракетные комплексы С-125 и С-200 стали переходными на пути к новому поколению систем противовоздушной обороны. Рассказ об этом мы продолжим в следующих фильмах «Оружие». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok